Здравствуйте, уважаемые друзья! На связи Сергей Панферов и в этом видео уроке мы с вами рассмотрим, где же взять вот такой вот интересный, хороший и более полный видеопакет, в котором можно обрабатывать, вернее создавать и обрабатывать живое видео, анимационное, хромакеевское и видео смешанного типа. Лично я рекомендую использовать пакет Adobe Creative Suite Production Premium. И вот на сегодняшний момент это самая актуальная версия CS6. Давайте мы в поисковик введем Adobe CS6 Production Premium. Вот таким вот образом это все пишется. Вот открываются вот такие вот сайты, их тут очень много. Вы можете увидеть, ну если напишите здесь скачать еще, да, скачать, то вы видите в первую очередь, что можно на официальном сайте adobe.com скачать триальную версию, то есть полностью рабочую версию, в течение 30 дней она будет работать. Вот этот пакет, да, либо приобрести на этом сайте, либо посмотреть, где можно альтернативно скачать, да, ну скажем, без ограничений. Вот, но это уже на ваш выбор. Далее, ну к примеру, давайте мы зайдем на официальный сайт компании Adobe. Вот, сразу у нас открывается данная программа. Я вам позже расскажу, что, вернее не программа, а пакет с программами. Я вам немножко позже расскажу, что в этом пакете есть. Это все нам, ну практически все нам будет нужно. Здесь мы выбираем версию для себя с языковым пакетом, ну например английскую. Вот, и вот здесь вот ниже есть кнопочка Download Now. Итак, открывается мастер закачек, ну например Download Master, вот, и через него будет скачан этот пакет. Либо закачка пойдет вот здесь вот через браузер. Далее, после того, как вы скачаете данный пакет, у вас либо запустится уже авторан меню, для установки его, либо вот такая вот папочка, да, либо архив, который надо распаковать, и вот такая вот папочка будет у вас на рабочем столе. Вот, если у вас инсталлятор не запустится, то вот здесь вот в данной папочке Adobe CS6, CS6, да, есть запускной файл. Вот мы его два раза кликаем, вот, и открывается вот такой вот авторан меню. Значит, если у вас есть серийный номер, то выбирайте установку, вот это вот, да, первый пункт. Если нет, то есть пробная версия в течение 30 дней. В принципе, этого хватит для того, чтобы научиться работать в этом пакете и сделать свои какие-то первые фильмы, композиции, либо какое-нибудь конверсионное видео любого типа, да. В этом случае мы выбираем пробную версию. Далее, соглашаемся, принимаем с условиями. Вот, и вот здесь вот смотрите, какие нам нужны будут пакеты. Ну, к примеру, Flash Professional нам не нужен, здесь галочку мы снимаем. У тех, у кого стоит Apple, пожалуйста, галочку эту оставьте. Те, кто работает на Windows, в принципе, ее не обязательно ставить. То есть можно снять. Далее, Adobe Author Effects. Программа для композитинга и спецэффектов, да. Это классная программа. Вот, мы оставляем эту галочку здесь. Adobe Audition. Здесь мы сможем улучшить звук нашего видео, поэтому также оставляем. Далее, Adobe Encore. Adobe Illustrator оставляем. Это программа для авторинга DVD и Blu-ray дисков. Она вам может пригодиться. Adobe Illustrator. Это программа для векторной графики. В векторной графике вы можете сделать логотип, либо загрузить свой логотип, потом добавить его в видео. Вот. То есть тут вот две версии, да, 64-бита и 32-битная. Обе мы их оставляем. Далее, еще немножко ниже, Photoshop. Две версии также оставляем. В принципе, вам известно, для чего эта программа нужна. Ну, это для растровой графики уже, в которую мы можем также добавлять потом в видеоредакторы. Вот. Далее, Adobe Prelude тоже оставляем. И вот здесь вот, опять же, есть самая такая вот интересная нам программа. Это Adobe Premiere Pro, в которой, в принципе, все это собирается для редактирования видео. Вот. И оставляем программу Speedgrade. Я немножко позже расскажу, для чего это нужно все. Вот. Далее. Здесь язык выбираем. Ну, пусть по умолчанию будет у нас английский. Америка. Расположение. Ну, к примеру, пусть это останется вот так, как у нас показала программа. И нажимаем на кнопочку установить. Далее идет у нас подготовка к установке. И это может занять какое-то определенное количество времени. Вот. Я не буду его тратить. И уже ближе к концу установки я включусь опять. Итак, у нас закончился процесс установки. Он у нас занимает примерно от 20 до 30 минут. И вот здесь вы видите пиктограммы всех программ, которые мы установили. Далее. Нажимаем на кнопочку закрыть. Ну, и в принципе, все. В следующем видеоуроке мы с вами в первый раз откроем самую основную программу для видеомонтажа. Это Adobe Premiere Pro. Продолжение следует. Продолжение следует.